Несмотря на то, что стол для переговоров пока виртуальный, разговор шел на реально важные, актуальные темы. Сфера туризма в период пандемии понесла серьезные убытки. Однако постепенно государства открывают свои границы. Это значит, что планы нужно строить с чистого листа. И одним из приоритетов должно стать сотрудничество между регионами. Обеим сторонам открытого диалога есть что рассказать и что показать коллегам. Белорусская торгово-промышленная палата в условиях нынешнего, скажем так, мирового кризиса и пандемии принимает активное участие, чтобы поддержать наш бизнес в этой сложной ситуации. В первую очередь пострадала, очень пострадала, конечно, эта туристическая сфера и все, что с ней связано. И мы, пресское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты, начали онлайн-встречи, такую серию онлайн-встреч с регионами Российской Федерации. Именно сначала по туристической теме. Брянск и Брест разделяют достаточно большое расстояние, однако это не мешает строить совместные туристические маршруты. Это направление будет взято за основу в ближайшие несколько месяцев. Для более эффективного знакомства отдельные агроэкокомплексы и гостиницы провели презентацию своих услуг. Виртуально. В первую очередь мы заинтересованы в развитии туризма в Брестской области. А развитие туризма в Брестской области не может быть без туристов. Не только внутренних туристов, то есть туристов, жителей, граждан Белоруссии, но и безусловно и иностранных гостей. Основной поток туристов в Белоруссии в связи с нашим расположением, граничным, это безусловно российский турист. Это огромная страна, огромные потенциальные туристические возможности у России. Мы находимся рядом, граница рядом, к нам безвизовый въезд, хорошие дороги, хорошая логистика, нет проблем языковых. Сегодня Брестский регион и город Брест в частности имеет достаточно большой туристический потенциал, сердце которого – священный для двух народов мемориал Брестской крепость-герой. В центре внимания экологический заповедник Беловежская пуща, многочисленные музеи и галереи. Туристов впечатляет в областном центре изобилие арт-объектов, уют и гостеприимство, и, конечно же, национальная кухня. А это значит, что возможностей и вариантов для эффективного сотрудничества достаточно. Главное – грамотный подход и четкая стратегия.